Завтра в стране отметят День государственного флага России. По традиции, в честь праздника администрации Карачаевского городского округа совместно с сотрудниками Тибердинского заповедника и работниками Министерства культуры прошло традиционное восхождение на Клухорский перевал, где в годы Великой Отечественной войны происходили ожесточенные сражения. Там же состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 75-летию Великой Победы. Подробности у Аслана Гирюгова. 17 августа 1942 года германскими войсками были взяты перевалы Кавказа. Задолго до этого горы изучила подготовленная 49-я горно-альпийская дивизия «Эдельвейс», офицерский состав которой несколько раз побывал на Кавказе и сделал подробные карты. Перевалы были захвачены из-за просчета руководства страны, ведь считалось, что все силы будут брошены на Москву. Южные рубежи не были защищены, закреплены и считали почему-то, что горы сами по себе являются именно такими рубежами. Сделав обманный маневр, направив армию в центр под Ржев, оттянув туда силы, армия Юг направилась именно на Кавказ, на Сталинград. Цель была одна – отрезать именно поставку нефти горючего для советской техники, танков, самолетов и таким образом переломить ход войны в свою сторону. Со дня окончания войны прошло уже 75 лет, и в честь праздного дня государственного флага России было совершено восхождение на вершину Клухорского перевала на высоту 2800 метров над уровнем моря. По пути можно встретить десятки облисков и памятных табличек в честь тех, кто насмерть сражался в горах Кавказа и не пропустил фашистов к Черному морю. И в честь Великого Дня Победы была установлена новая мемориальная доска. Этот год является юбилейным 75 лет победы нашей великой страны над немецкой чумой. И сегодня мы открываем этот обелиск в память тех ребят, которые здесь отдали жизнь, чтобы мы могли жить, радоваться и в нашей свободной стране получать образование, воспитывать детей, жить и радоваться. Подвиг солдат, которые защищали Кавказ, навсегда останется в памяти нашего народа. Ведь без прошлого, которое нужно чтить, не будет и будущего. Битва за перевалы была одной из самых затяжных в истории войны и длилась 442 дня. Сохраняя прошлое, мы создаем будущее. Очень правильные слова, которые имеют очень большое значение для подрастающего поколения. Сегодняшняя акция – это патриотическая акция, которая звучит так, что пока мы живы, мы помним. Пока мы помним, наше старшее поколение будет жить. Завершив открытие мемориальной доски, участники акции поднялись еще выше и развернули флаг Российской Федерации. Даже сегодня, в мирное время, в хорошую погоду, нам было сложно подняться на такую большую высоту, на которой проходили ожесточенные бои за облачного фронта. И долг каждого из нас – чтить подвиги и память о тех, кто воевал и проливал за нас кровь. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.